Отца и Сына и Святаго Духа. У каждого человека в жизни наиболее трепетными, наверное, являются взаимоотношения с матерью. Потому что мать это тот человек, который знает, как утишить любую человеческую боль. И тот человек, который переживает за свое чадо больше, нежели свое чадо может о себе подумать. Когда мы чествуем праздник Покрова Пресвятой Владычицы, Богородицы и Пресноделы Марии, то эта сугубая материнская любовь Пресвятой Владычицы и Богородицы ко всему человеческому роду испытывается нами в той мере, в которой Господь дает возможность очистить наши чувства. Как в пасхальном каноне мы поем «Очистим чувства и узрим», также и Покров Пресвятой Владычицы и Богородицы над собой в течение всей своей жизни мы можем увидеть, лишь очистив свои чувства, лишь очистив свою душу к тому, чтобы видеть благодеяние Божие и заступничество Пресвятой Владычицы и Богородицы. Как известно, событие, произошедшее в 910 году и ставшее поводом для праздника сегодня, и это событие прежде всего сокровенное и таинственное, потому что среди находящихся во Владхернском храме богомольцев лишь блаженный Андрей и Епифаний видели покров Пресвятой Владычицы и Богородицы, распростертый над молящимися в храме, и сон святых ангелов предстоял Пресвятой Владычице и Богородице, которая проходила и покрывала своим мафорием всех находящихся во святом храме. Не все видели благодатную милость, изливаемую от Пресвятой Владычицы и Богородицы, но это не значит, что ее не было. Народная память чтит великий праздник покрова Пресвятой Владычицы и Богородицы, и в землях русских этот праздник нашел великое отображение любви в том, что очень много храмов, построенных на Руси, и освящались именно в честь праздника покрова Пресвятой Владычицы и Богородицы и Пресноделы Марии. Более того, этот праздник является главным праздником запорожских казаков, которые были заступниками православия и борцами за то, чтобы православие не искоренялось ненавидящими нашу веру. Когда сейчас мы говорим о Пресвятой Владычице Богородице и о том, что она распростирала свой покров, необходимо также осознавать исторический факт того, что Риза Божией Матери или Мафорий, что будет более точно сказать, головной убор Пресвятой Владычицы Богородицы находился во Влахернском храме. И вот в момент пребывания святыни там многие молящиеся знали, что святыня там есть, но ощущать вот эту милость, которая произошла с ними, не могли из-за своей греховности. Но Богородица избавляет нас часто от многих житейских бед, и не всегда нам это явно видно, что это именно причистое является такое заступничество. Ко многим святым угодникам Божьим у нас может возникать чувство благодарности, когда мы знаем, что наша молитва услышана и цветы ходатайствовали для нас. Буквально вчера я слышал историю о том, как в одной из семей во время Второй мировой, или будем говорить Великой Отечественной войны, у нас не место для политики, поэтому как ни назовешь, война всегда горе, была в одной семье икона великомученика и победоносца Георгия. И когда угоняли эту семью в Германию, они вместе с детьми забирали только перины, и из вещей сочли самым ценным образ великомученика и победоносца Георгия. И вот наступил момент, когда загоняли людей для того, чтобы сжечь в одну из кирх, и вот этих людей загоняли последними. Не упуская из рук образа великомученика и победоносца Георгия, отец из этого семейства начал молиться, «Святой великомученик Георгий, мы тебя нигде не оставляли и за собой несли твой образ, сейчас не оставь нас». И дивным образом появился возле дверей кирхи высокий статный мужчина сказал, что удивительно было тогда, сказал этим людям по-русски, чтобы они вышли из кирхи, как-то их вывел, и они говорят, «А как же мы уедем, коня у нас забрали?» И возле кирхи стоял конь, и на этом коне они смогли спастись. Вот это пример того, как великомученик и победоносец Георгий вступился за обращающимся к нему с молительной помощью. Но Пресвятая Владычица Богородица именуется нами Пресвятой, то есть более святой, нежели другие угодники Божьи. И вот эта святость сугубая, она определяет сугубую любовь Пресвятой Владычице Богородице. И вот она, событие покрова, которое мы празднуем, это избавление от нашествия, от нашествия чужого народа. И для греков тогда это было удивительным таким избавлением по милости причистой. А чужим народом был наш родной народ. русские славяне пришли для того, чтобы осаждать Константинополь, ведь это было еще до крещения Руси. Вот Пресвятая Владычица Богородица заступилась за тех, кто почитал ее молитвенное заступление. И после этого этот праздник парадоксально, но не прижился в греческом православном мире, а среди наших предков этот праздник нашел особое благоговение и почитание. Хотя это звучит парадоксально, но ранее поругаемые наши предки от самой Пресвятой Владычицы Богородицы, потому что стояли на пути агрессии, на пути захвата. Такие вот мысли были. Но Богородица уберегла от неправедного действия и теперь распростирает свой покров и над нами любящие ее. Ведь мы в праздничных текстах слышим, что Богородице мы обращаемся для того, чтобы она не спасала свою милость и избавила от всякого зла, почитающих ее предчистый покров. Любовь Богородицы это всегда сугубая любовь, потому что эта любовь обнимает все человечество и всем Богородица желает спасения и наследия жизни вечной. Святитель Иннокентий Херсонский говорит, что для нас чествующих праздник покрова Пресвятой Владычицы Богородицы всегда есть благая свидетельница, которая постоянно в этот праздник присутствует с нами и покрывает нас, когда мы прославляем ее во Святом Храме. И в Кандаке праздника мы поем, что Дева Днесь, то есть Дева сегодня предстоит Церкви с молящимися Богу и она не спосылает свои милости нам. Этот праздник горячо любим, потому что, как замечает Святитель Николай Сербский, это праздник двух милостей. Первая милость заключается в том, что Пресвятая Владычица Богородица стала по благодати предстоятельницей у Престола Божия и стала выше ангелов. А вторая радость в том, что она, будучи изначально от земнородных, стала ходатайцей за нас на небесах и не оставляет нас здесь на земле без своего материнского попечения. В этот великий торжественный день, когда мы почитаем преблагословенную, славную Владычицу Богородицу, мы уповаем на то, что она избавит нас от всякого зла. Но что мы принесем ей как нашей преблагословенной Матери? Ведь Сам Господь усыновил человечество, будучи на кресте при чистой Владычице Богородице в образе апостола Евангелиста Иоанна Богослова. Мы, дорогие братья и сестры, очень часто людей, которые на земле нам делают благо, но они при этом все имеют, хотим как-то отблагодарить, а вот от избытка чувств и от осознания того, что все, чем мы бы могли отблагодарить тех, кто сделал нам благодеяние, они имеют, мы остаемся в таком чувстве недостатка благодарности. Еще более сугубое чувство должно у нас возникать по отношению к Божьей Матери, потому что нас Богородица милует очень часто, хотя мы вместо того, чтобы ценить драгоценную кровь Христову, Ее Божественного Сына, мы часто распинаем Его своими грехами и отдаляем радость Богородицы, делаем ей, как маме, больно, потому что сама причистая Владычица Богородицы и Преснодева Мария всегда является для нас образцом Матери, поэтому, когда мы грешим, будем вспоминать о том, что наносим боль той, что она спечется и любит, потому что побираем кровь Ее Божественного Сына. Пусть молитвами Пресвятой Пречистой, Преблагословенной Владычице Богородицы, Господь дарует нам дар покаяния, возможность ценить все благодеяния, изливаемые на нас по молитвам Пречистой, и пусть уста наши возвестят, как в одном из троповей канона сегодня поется, отыми Пречистая нашу печаль, примени ее на радость, покрыь нас от всякого зла, честным Твоим аминь. Спасибо. Спасибо.